Харе Кришна, дорогие Вайшнавы, очень рад вас всех видеть. Мы продолжаем с вами изучать Бхагавадгиту с комментариями Его Божественной Милости, Бхакти Виданте, с вами Швидобра Упады. И мы начинаем сегодня седьмую главу Бхагавадгиты. И вчера меня спросили, вот мы прошли шесть глав, и чего мы там интересного, практичного для своей жизни взяли? Хороший был вопрос. Я думаю, что этот вопрос вы можете задать своему напарнику и обсудить. Действительно, хороший вопрос для обсуждения. Но мы месяц, месяц, 21 урок изучали эти главы. И что-то вообще вам было полезно из всего этого? Вот прям вот так вот вы взяли для себя и так вот, ну да, это мощная вещь, надо как-то это внедрять в свою жизнь. Наверняка же что-то такое есть, да? Или вы не думали? Я советую вам подумать. Конечно, у нас нет в практике писать ИЦ, потому что некому проверять их будет. Но вы можете для себя просто так вот, что же интересного, полезного я взял? И также друг другу рассказать об этом, чтобы вас этот вопрос потом в раскох не застал. «Когда будете оставлять это тело?» Вас спросят. И я когда думал, я думал действительно, а что вот полезного-то вот так вот, ну если не официально, а как-то вот по-честному, что полезного для себя взял? И знаете, самое главное, я что для себя взял, что Бхакти-йога — такой интересный духовный процесс. Что такое духовный процесс? Это означает, что надо свое сознание сосредотачивать на трансцендентном, не на материи. Не на материи. И есть разные способы, как сосредоточиться не на материи. И вот Бхакти-йога, чем интересно, вот представьте, вот вы бы сидели весь день, весь день сидели и слушали Бхагавадгиту. Вот что бы с вами было? Ну честно, скажите мне только. Надоело бы, заснули, скучно бы стало. Правильно? И вот когда вы немного поучили Бхагавадгиту, там час-полтора, вот скучно стало, что дальше делать? Кушать просад. Поели просад, пошли гулять под хами. Погуляли, пришли куда-то сходить. Пришли в храм. В храме попели. Посмотрели на красивые наряды божеств. Здорово же, да? Вот йоги в Гималаях, у них нет таких возможностей. Там просто сиднем надо сидеть. И вот тебе плохо, но ты должен сидеть. И ничего другого не делать, кроме как медитировать. Никакого разнообразия. Но Бхакти-йога – удивительный процесс, потому что дает даже чувствам, которые еще не стали очищенными, возможность соприкоснуться с трансцендентным и огромное разнообразие. А знаете, надоело ходить по храмам. Что можно поделать? Поделали домашнее задание. Вот вы вдвоем. Что делаете еще? Поготовить что-нибудь вкусненькое. А вот кто-то с компьютера сел в компьютер и что-то там в компьютере делает. Для преданных. Но где еще природу материально обусловлено? В каком процессе ее можно занять таким образом? Поэтому вот это очень мощная вещь, то, что Бхакти-йога, вот и то, что мы из шести глав узнаем, что Бхакти-йога дает легкий процесс, потому что дает даже оскверненные чувства занять служение Господу. Круто же, да? И вторая вещь, которую я для себя увидел в очередной раз, что с природой не надо бороться, ее надо занять в мирных целях. Потому что это без толку. Это очень неблагодарная задача обусловленному живому существу бороться с природой. Ее нужно просто в мирных целях использовать. Но есть склонность, я не знаю, сидеть в компьютере. Ну, сидите для Кришны. Есть склонность готовить. Готовьте для Кришны. Есть склонность ходить на лекции. Ну, ходите на лекции про Кришну. Понимаете? Вот это две вещи, которые я для себя взял. Из этих... Ну, там еще что-то есть, ну, вот как бы на скидку это было две вещи. И мы закончили с вами шестую главу. И в комментарии к последнему стиху 6.47 Шилапраупада пишет. Откройте этот комментарий. В сущности... Найдите эту строчку. В сущности, бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. В сущности, бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Этой строчке Шилапраупада объясняет, почему нужно... Почему не сразу нужно было сказать... Ну, вот вы пришли на урок, открываем сразу 18.65.66, и вот все оставь, передай себе Кришне, бхакти-йога, вот мантру, повторяй, все нормально, больше ничего не надо. Зачем 700 стихов? И вот здесь, особенно первые шесть глав, там какая-то вот там йога, гьяна, карма, вот это зачем все это нужно? Оказывается, нужно для того, чтобы человек мог понять бхакти-йогу более как-то объемно, более глубоко понять. Я объясню, нарисую вам на таком примере. Что мы взяли из карма-йоги? С кармой... Давайте из кармы что мы взяли? Да, из кармы что взяли? Карма. Кто такие карми? Работать надо по природе, еще как хорошо и по законам. Да, то есть не надо делать дурацкую деятельность, надо ее делать, ну, морально, по крайней мере. Хорошая вещь? Бхакти так делают? Бхакти так делают. Да, бхакти так делают. Что мы взяли из карма-йоги? Из кармы понятно, там они ради плодов это делают, но, по крайней мере, морально надо вести себе, да? Мораль, правила, шастры, мораль и шастры. Что еще? А карма-йоги, в чем у них особенность? Не ради плодов. А зачем? Нет, не ради Кришны, не ради освобождения, бескорыстно очиститься, и они делают это, обычно карметы делают ради плодов, поэтому такие энтузиастичные. Так смотришь, энтузиазма столько, понятно, за деньги работает человек. А этот человек без денег работает, бесплатно, но при этом очень энтузиастичный. И вот говорят, преданные, преданные, не привязаны к плодам своего труда, своего служения, они привязаны к тому, чтобы удовлетворить Господа. Подходит это для преданных? Без плодов, без привязанности к плодам. Окей. У гьяни что мы берем? Кто такие гьяни? Чувства вообще контролируют, не осталось никаких материальных желаний, отречения от чувственных насхождений, разотождествляются с материей, а преданные? Надо это преданным? Как вы думаете, гопи, они разосторжествились с материей или все-таки они движимы гунами природы? Вот честно мне скажите, как ваше мнение? Гун о страсти, вожделение, да, ими движет? А кто его знает вот здесь вот? Нет. Поэтому преданные без гун, без гун действуют. То есть у них нет страсти, благостей. А йоги чем интересны? Чем йоги? У них какая особенность? Очень сосредоточены на Господе, на Господе сосредоточены, то есть у них медитация есть. И вот Бхакти включает в себя все эти вещи. На Господе сосредоточены, на материи нет, действуют беспривязанности и по морали. Ну, когда она, если Кришна прикажет без морали, без морали нет проблем, но обычно по морали. Особенно неофитов просят морально поступать. Продвинутых просят аморально, но это как для того, чтобы было интереснее. Но вообще всех по морали просят поступать. Понятно? Если убрать это все, говорят, вот надо служить Кришне. И что это, и как это выглядит? Человек делает дума непонятно о чем, движим гуннами ради денег и неморально. И говорит, я служу Кришне. Молодец. Но ты не прав. Вот таким образом Шиха Прабхупада объясняет нам, что человеку, который хочет служить Кришне, ему вот эта постепенная лестница йоги, о которой говорил из первых шестилевых, хороша, потому что показывает объемнее, что же значит служить. Что же такое Бхакти? На участь каким-то вещам на других путях. Теперь связь между разделами. Давайте повторим. У нас, мы прошли один большой раздел. И теперь ко второму большому разделу приступаем. И первые шесть глав, какая была суть этих первых шести глав, если кто-то помнит еще. Бхакти йога хорошо, не полностью ответ дан. Лучший метод. Понятно, что у нас самый лучший метод. Для чего? Чтобы избавиться от него. Самоосознание. То есть Бхакти йога лучший метод для самоосознания. Таков смысл этих шести глав. Правильно? И там сравнивались разные практики и доказали, что Бхакти лучше. А почему Бхакти лучше? Как вы поняли, Вайшнавы? Быстрее и легче. Здорово. Еще какие версии? И что это значит? То есть быстрее, да? Лифт. Быстрее. То есть это практика быстрее. Другой способ не сработает. Еще? Любой человек может заниматься Бхакти йогой, даже те, кто в других практиках не возьмут. Бхакти включает в себя все. Мы сейчас вот рисовали. Так? Ничего не теряет. Хорошо. Давайте мы посмотрим, как нам объяснял, какова логика, которую преследовал Шиллопраупада. То есть там два момента, которые показывают превосходство Бхакти над другими путями. Первый момент, почему Бхакти лучше, об этом говорит стих 6.47. Йоги нама писар вишам мадгате нан тарат нам шадаван баджата юмам сами юкта таму мадаха. Что из тех йогов, то есть людей, которые связаны с Богом, йога значит связь, самые близкие отношения у Бхакти йогов. Я в тот раз вам говорил, что даже слияние с Брамаджоти не так близко слияние с Богом происходит, как когда преданно начинает общаться с Ним. То есть более близкие отношения, чем даже в Саюджи Мукте. То есть одно дело, вы сидите в комнате, и у вас какие отношения с комнатой преданные? Никакие просто. Вы в ней сидите. А представляете, вы с комнатой стали общаться. Как-то ближе вы стали с комнатой? Ну как-то вот комната вам говорит, слушай, как вы тут нормально сидите? Может теплее вам сделать? Говорит, да-да-да, теплее. И у вас уже отношения пошли с комнатой. Одно дело сидеть в комнате, другое дело с комнатой взаимоотношения. Более близкие отношения. Согласны? Поэтому если йог, есть много видов йоги, которые с Богом так или иначе связаны, но тот, кто с преданностью служит, поклоняется Ему, тот самый-самый-самый близкий. Поэтому Бхакти йога более высокий, более возвышенный уровень отношений с Богом дает. Все остальные йоги, они дают отношения с Богом, но не такие близкие, как Бхакти йога. Поэтому Бхакти йога выше. Согласны? То есть выше, это 6.47. А второй, он хотя и выше, но он самый легкий для исполнения. Почему он самый легкий для исполнения? По сравнению с другими путями. Я вначале вам объяснял, показывал. Друг, понятно? Правильно. Даже человек с неочищенными чувствами может заняться Бхакти йогой, так как другими практиками человек не сможет заняться. То есть, второе, легче, выше. Если это выше, то это легче. Легче, даже даже карми может это делать. Если у него появилась вера в Кришну, даже человек, который привязан к чувственным наслаждениям, каким-то деятельным к своему телу, неочищенный его ум, такой человек может занять этот ум и это тело в служение Господу. Поэтому Шила Прабхупада везде там переводит карма-йогу как карма-йогу в сознании Кришны. Именно так он рассматривает карма-йогу, о которой говорится в первой главе. Там ведь везде ее как бы продвигают. Займись, Аржона, карма-йогой. И Шила Прабхупада объясняет карма-йогой в сознании Кришны. Вот такая карма-йога. Чем разница между вот этой ступенью Бхакти и вот этой ступенью Бхакти, где нишкам карма-йога в сознании Кришны, когда человеку еще необходимо учитывать свои особенности, чтобы занимать их служение Кришне. И Бхакти, когда у человека уже есть любовь к Богу, в чем между ними схожего? Что общего между этими ступенями? Оба действуют. И тот, и другой действуют. Один делает из чувства любви, а другой с желанием обрести любовь. Вот это схоже. Цель у них одинаковая. Какая она цель? Как сформулирована она? «Анья билашта шуньям, гянак армадин навритам, вы проходили на нектаре предности». Правильно? То есть с этой точки зрения у них одинаково все. В чем же разница между ними? А? Мотив одинаковый. Вот его чистота разная. Чистота сердца разная. Это только пытается очиститься, этот очистился. И какой пример Шила Праупада приводит, чтобы проиллюстрировать два этих этапа. Любимый ваш пример. Вкусный такой. Манго, да. В чем манго зеленое и спелое? Они, это манго. И зеленому мангу просто нужно оставаться на дереве. Просто оставаться на дереве, подключенному к этому дереву, заниматься своей бхакти-йогой. И постепенно он станет... Вы зеленое манго пробовали, нет? Отвратительно. Кислющее просто. Однажды я купил на базаре, я же не знал, что вот оно зеленое, невкусное. Я говорю, сладкое, а он говорит, сладкое. Я купил у него манго. То ли он английский не знал, то ли поиздеваться решил. Купил это манго, попробовал на вкус очень кислое, как лимон, наверное. Совсем не похоже на сладкое манго. Но это тоже самое манго. И наше бхакти сейчас для Кришны может быть вот так же, как зеленое манго. Человек старается, но кислый он весь, кислый. И Кришна так вот, ну ладно, давайте. Кришна, это тебе. Ну давай, давай, давай. А кому-то он за кем-то бегает, чтобы у него вырвать из рук. Тот еще не успел мантры повторять, а Кришна у него вырвал из рук, уже есть. Не успевает просто. Тут мы с трудом уговариваем Кришну поесть, он говорит, ну хорошо, давайте. А там он бегает, вот за этим сладким манго он бегает. Таким образом, первые шесть глав доказали эту вещь, что из всех типов йоги, бхакти, самое возвышенное положение, самые близкие отношения, вот показали на примере. И второе, что это легче, чем все остальные методы, чем гьяна и тьяна, потому что человек даже с нечистыми чувствами может начать этим заниматься. Вот такой вывод. И по идее, в принципе, можно не связывать эти шесть глав ни с чем больше. Это как отдельный просто блок. И мы говорили, что комментарии Шилопраупады в стиле башья. Вы помните, что это такое? Помните, что такое башья? Это когда все стихи комментируются с точки зрения конечного вывода. Поэтому конечный вывод саната надхарма. Занимайтесь санатой надхармой. И вот первые шесть глав доказывают легче и выше. Занимайтесь этим. Но также мы можем этот блок первый, то есть, в принципе, вот этот блок сам по себе уже к этому выводу приходит. Отдельно. Но также мы можем рассмотреть эти блоки первый и второй. Первые шесть глав. Первые шесть глав. И вторые шесть глав. Мы можем связать между собой. И связь такая. Здесь утверждается, что надо заниматься бхакти-йогой. Занимайтесь бхакти-йогой. Но для того, чтобы заниматься бхакти-йогой очень хорошо и эффективно, надо побольше знать о Господе. Мы уже это делали утверждение в четвертом главе, что от понимания, кто такой Господь, зависит то, как вы будете Ему служить. Если это згой, страшный бармалей, то служение будет такое, знаете, печальное, безвыходное. Это не будет чистая бхакти, она не будет освобождать. Поэтому вот эти главы с 7 по 12 дают очень много подробностей того, кто такой Кришна, для того, чтобы у нас сформировалось правильное понимание, как Ему надо служить. Вот такая связь между этими разделами. Итак, здесь занимайтесь бхакти, и чтобы это делать эффективно, надо знать о нем. Поэтому второй раздел очень подробно объясняет, кто такой Господь. Вот такая связь. Все ли вам понятно, Вайшнавы? Связь с предыдущей главой очень простая. В 6.47, говорится, занимай йог, который занимается при этом служении, самый близкий для меня. И 7 глава, это все у вас в книжке там написано, это точно есть. И 7 глава описывает подробно, что же за Господь, на Которого Он медитирует. Вот такая связь. Теперь открываем картинку 7 главы и смотрим, что у нас здесь есть. А, что, мы второй-то уже... А, вы имеете все вместе, да, где? Пока не будем все вместе, оставим вам счастье на потом. Давайте откроем 7 главу. Мы потом в другой раз разберем 6 глав в срединных. 7 глава состоит из 6 разделов. 6... Ну, вернее, из 5 разделов и один момент 2-го раздела отдельно, отдельно, подробно расписан. Нашли, да? 7 глава Бхагавадгиты предны. 7 глава. Нашел он, нет? В процессе, да? Страница какая? 51, точно. Точно. 51 страница. И здесь первый раздел говорит о важности слушания. Оказывается, медитировать на Бога можно по-разному. Вот то, чем мы сейчас занимаемся с вами, тоже называется медитация. Йоги медитируются, зерцая параматму в сердце, бхакты занимаются медитацией, слушая, о, Господи, слушая, через слушание медитация занимается. Вот Аржуна не сидел в позе лотоса, не медитировал в сердце, он медитировал, слушая Шри Кришну. И вот здесь первый раздел говорит о важности слушания и медитации благодаря слушанию. Аржуна, все, что будет рассказано дальше, Аржуна все это увидел и осознал. Вот Кришна говорил, он сразу же это видел, осознавал и продвигался дальше. Вот такая вот вещь. Йогам, для того, чтобы достичь того же, что Аржуна, вот за эти 6 глав, им приходится много жизней, им приходится много жизней медитировать. И мы можем тоже. Конечно, вот мы сейчас слушаем, у нас шансов-то вообще никаких нет. Век армии не могут медитировать на Господа, у них нет шансов, пока армии никакой шансов нет. А мы с вами медитируем о Верховной Личности Богу, как читая Бхагавангиту. и продвигаемся. Это уже зависит от квалификации ученика. Аржуна был очень квалифицирован, поэтому у него с каждым главой он продвигал сразу на ступень. Если же ученики не столь способны, у них не такое чистое желание и мозг, то помедленнее, то помедленнее происходит. Следующий раздел, то есть первый раздел говорит, что Аржуна, давай сейчас будем медитировать, я тебе сейчас все расскажу, очень интересно будет, все узнаешь. И второй раздел, это как раз то знание, которое Кришна открывает. С 4 по 12 стих сокровенное знание, и мы узнаем с вами очень интересную характеристику Кришны, которая является основой сознания Кришны. Если этого понимания нет, которое дано в 7 главе, никакой раса лила не светит, никому не светит раса лила. Никому, даже находясь во Вриндаване. Очень важное знание, вдохновляю вас изучить. Шабва Прабхупада говорит, знание 7 главы является основой сознания Кришны. Следующий раздел, ну, вернее, не раздел, а два стиха, чтобы увидеть вот это понимание Господа, без которого не будет сознания Кришны серьезного, человеку нужно выйти из-под влияния Гун. Гуны не дают ему это увидеть. Ну, замечали, да, засыпаешь и не видно ничего. Так вроде хотел бы услышать, а вот Гуна как раз и не слышно. И выйти из-под влияния Гун человек может только, если ему Кришна поможет. Других шансов нет. это такой, вы видите, да, здесь марионетки под влиянием Гун идут. Заметили, да, такое? И один полетел такой туда, к источнику всех энергий. Летит. Это про вас, преды. Вот туда надо прыгнуть. И следующий раздел объясняет, а кто же может предаться, а кто не предается. Но раз только Кришна может позволить нам выйти из-под влияния Гун, то есть люди, которые становятся на путь преданности. Они не сразу предаются, но они становятся на путь преданности и все больше, 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 больше предаются. И когда они целиком предаются, тогда они смогут увидеть то, что написано с 4 по 12 стих. Таких людей называют словом как? Сукритинах. Душкритинах это не про тебя, нет. Ты хороший человек, Сукритинах. Это означает богочестивый человек, который предается Богу по разным мотивам, а те, которые не предаются Богу, их называют душкритинах, те, чей разум направлен не в ту сторону. Если преданные предаются Господу, постепенно они смогут полностью выйти из-под влияния Гун, Господь вытащит их из-под влияния Гун, и они смогут его увидеть. Душкритинах не могут этого сделать, потому что они не хотят за помощью Бога обращаться. Кому же обращаются небогочестивые люди? Кому они обращаются? Да, к Пагубагам и Брамаджоте. То есть имперсоналисты и покойники Пагубагам обращаются за помощью к не Кришне. И вот здесь о них будет рассказано. И последний раздел описывает эволюцию сознания человека, который становится на путь преданности. то есть все рождаются видите под влиянием электрических разрядов. Узнаете, да? Глаза особенно. Ичхайдвиш означает желание ненависти. И все трясет от желания ненависти. Самадхи, но другое. Самадхи. И соответственно для того, чтобы человеку от такого состояния получить даршин Господа, видите, второе, второй кадр, он от Ичхайдвиш избавился и летит к Господу. Вот целый процесс должен произойти. Человек должен сначала встать над путь преданности, потом постепенно занимаясь преданностью может быть не одну жизнь, там говорится, он благочестиво поступки в прошлом совершал, в этой жизни совершал и постепенно избавляется от Ичхайдвиш и тогда он уже серьезно становится на путь преданности и вот у такого человека есть шанс обрести даршин Господа и увидеть его таким, как описано 4 по 12 стих. Вот такая логика между этими разделами, еще раз повторяю, может быть, кто-то транскрибирует у нас вот это объяснение. Мы же записываем, да? Супер! Значит, первый раздел говорится о слушании, о слушании как методе медитации на Бога. Связь между первым и вторым разделом. Второй раздел, соответственно, вот медитация началась, то есть говорили о медитации, о слушании, теперь вот, пожалуйста, послушай трансцендентное знание. Послушал трансцендентное знание, нравится? Нравится, но никто вот так не увидит до тех пор, пока находится в гунах. Чтобы вот так увидеть, нужно выйти из гуна. Это только Господь. Кто же предается Господу? У кого есть шанс? Их называют благочестивые и неблагочестивые люди. Это те, кто предаются и не предаются. Кому же предаются те, кто не предаются Богу? Они обращаются к полу-богам. И последний раздел, самый сложный, там связи никакой нет, там просто подводится итог головы, что все рождаются в иллюзии, но если человек становится на путь преданности, то постепенно от иллюзии освобождается и получает даршин Господа. Поэтому становитесь на путь преданности и избавьтесь от этой двойственности и сможете получить даршин Господа. Мы можем потом это как-то вытащить и у нас будет объяснение. Все ли вам понятно, Вайшнавы? Итог просто, итог, да, и никак не связано, да, никак не связано, прям так и напиши. Связи нет. Нет, лучше так написать. Итог главы, итог главы, в 7.12. То есть, может быть, еще не Шьямасундару Кришну, но так как в 7.12. Там не вся Татва Кришне описана. Мы сейчас узнаем, что не вся Татва Кришне описана. Еще что-то интересное? Ну, если у вас есть такая способность, запоминайте. Запоминайте. Вам же будет легче на том свете. Там спросят у вас, а какие там были стихи? А вы ему так раз, вот молодец. Чисто во Вриндаване учили богологи. Молодцы. Да. А мы еще не дошли. Мы сейчас будем... Давайте мы пройдем его, а потом вы его зададите. Хорошо. Первый текст, первые три стиха, это первый раздел о слушании. И первый текст начинаем с вами читать. Верховный Господь сказал, а сейчас о сын Придхи услышь о том, как вручив себя мне. Вот если внимательно читать, вот так понятно становится. Есть такая организация саентологи. Там много денег надо платить, чтобы в этой организации быть. Там есть одна интересная техника. Они читают очень внимательно. То есть вы садитесь с тренером, вы знаете, да? Садитесь с тренером, и вы берете несколько предложений. И он просто цепляется за каждое слово. А как ты его понимаешь? Вот этот стих вы бы читали может быть час. Но вот этот час, вот эти слова просто как же я это понимаю? Там есть минус этой техники. Потому что человек придумывает свои объяснения, а не ачарьи. поэтому у него свое понимание, свое глубокое понимание этого текста появится. Но если просто, я к чему это рассказываю все, если просто повнимательнее читать, знаете, вот своими словами потом, а что я понял из этого текста? Помните, я вас, или вас я не спрашивал, по-моему, когда советовал, как шлоки учить, да? Смотрите, о сын притхи, услышь о том, услышь о том, как вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Кто может объяснить мне, о чем смысл? По-русски, по-русски объясните, о чем тут речь? вручить потом? Так, вручил, сосредоточил, отбросил сомнения и еще, да, можем постичь, но вы еще не сказали какие-то вещи. Услышь, услышь, пожалуйста, как йоги, как йоги, которые сосредоточились на мне, что они делают? постепенно меня понимают. То есть, за счет чего они понимают? За счет того, что медит сосредотачиваются. Правильно же, да? Где у нас йог сосредоточился? 6.47, последний стих той главы. То есть, он говорит, что он сосредоточился на Господе. Аджуне не предлагают сейчас сосредоточиться на Господе так же, как тем йогам. Кришна говорит, послушай, как те йоги, которые на мне сосредоточились. Они постепенно все больше и больше обо мне понимают. Правильно? Но Арджуна как это все понимает? Подождите. Смотрите, йоги, с йогами понятно, да? Они сосредотачиваются и больше и больше понимают. Так? Такой процесс. То есть, сейчас эти главы будут рассказывать постепенно углубление понимания йогов, которые на Господе сосредотачиваются. И Арджуна говорит, Кришна говорит, послушай, Арджуна, я тебе расскажу, как они постепенно меня понимают. Так? Правильно? Ну, а что делает Арджуна? Что делает Арджуна? Слушает. Он не медитирует так же, как йоги. Он просто слушает о том, как йоги все глубже и глубже понимают и понимает это точно так же, как эти йоги. Круто же, да? То есть, вы, может, не практиковали никакого сознания Кришны вообще. И приходит человек, который 40 лет Харе Кришна практикует. И он вам рассказывает свое понимание таттв. Да? И вы, хотя вы вообще только пришли, и вы вообще ничего не заслуживаете. Но благодаря слушанию этого человека вы обретаете то же понимание, что этот человек, который 40 лет практикует Харе Кришну. Мощно же, да? А мы не хотим просто слушать. Нам некогда. Гуны там. Спать хочется. Но если бы не спать, а вот сосредоточиться и внимательно слушать, то тогда человеку переходит то же самое понимание, что у этого человека с его опытом духовным. И вот этот процесс Шага Прабхупада посвящает весь комментарий этому процессу слушания. То есть, запомните, что есть два вида медитации. Один — это то, что делают йоги. Они сосредотачиваются на сфер душе и так вот медитируют, медитируют, медитируют. И там сердце очищается, погружаются, много жизней. Они это делают. И в конце там что-то открывается, еще больше открывается, еще больше открывается, еще больше. В конце концов, это Асампрагята Самадхи. Взрывается атомная бомба. Он не замечает. И нормально все. А есть другой вид медитации. Человек приходит на Бхагаватан или на Бхагавадгиту. Открывает уши свои и слушает. Это то же самое, что делают йоги в Гималаях. Только круче. Это быстрее и там больше информации. Что йог-то не читает, но не слышал это. Ну и так, я утрирую, конечно. А предный сразу слушает это все. И все это входит. Все это входит. И здесь Шелепрабхупада цитирует стихи из второй главы первой песни Шримадбхагаватан. Это серия стихов знаменитых, которая описывает процесс Шравана. И вот найдите их в комментарии. Обычно Вайшнавы учат их наизусть, потому что там описаны стадии преданного служения от Шрадхи до Премы. Там весь процесс эволюции, когда человек слушает, что происходит с его сознанием. Тут это стихи Шримадбхагаватам 1, 2, 17, 21. Там в конце написана цитата. Шравана. Точно. И тут не описан первый стих. Там я хотел просто его подчеркнуть. Первый стих Шушушохша Дадана Сямасудева Кадха Ручих Сяммахат Сева Випра Пунья Тиртха Нишевана. Что благодаря тому, что человек общается с преданными, у него появляется вера в Кришна Кадху. И вот все остальные стихи, речь идет о том, что у человека есть, знаете, вера, уважение к Кришне Кадхе. Потому что, если идет Кришна Кадха, а человек без уважения к этому относится, как он ее слушает? Но он не слушает ее. Он с вызовом неинтересно, не хочет слышать. Но что-то делает другое. Вот скучно становится. Я был свидетелем интересного момента. Снимали была Ятра, Гуру Махараджа. Он потрясающий, конечно, рассказывает Лилой Кришне. И 7 тысяч человек очень внимательно его слушали. И там сидел оператор, непреданный. И он там что-то в почте не почта. Что-то он там погрузился в этот интернет. И он там то туда ходит, то сюда. Его вообще это не интересует. Понимаете, да? Ну, конечно, какой-то агята сукрити он совершает, потому что он служит Вайшнамам. Но, тем не менее, эффекта от Кадхи такой нет. Что мог бы получить, он не получает. И вот смотрите, что происходит. Почему человек очищается, если он слушает Кришна Кадху? То есть с верой слушает. С верой означает, он понимает, это важно, это нужно. Какой процесс, что происходит? Почему очищение происходит? Там написано, что сердце его очищается. Кришна очищает его сердце. Почему? Чистый звук, окей, еще? Доверие есть, ну и почему очищается? Ну, доверие есть у него, внимательно слушаем. Сознание соприкасается, окей, слышит. И, и, это да, связь. Сердце открыто, и что, и что? Переходит сознание, и что? Вкус переходит. Давайте не так, давайте с другой стороны. Это Кришна Кадха, это Кришна? Если вы внимательно слушаете Кришна Кадху, это как называется? Это называется служение, правильно? То есть, если вы служите Кришне, Он доволен вами, и Он очищает ваше сердце. То есть, вот так можно. Можно как бы, что сознание очищается, да, ну, потому что мы чистую вибрацию слышим, и у нас сознание тоже очищается. Это такое объяснение. А можно более кришнаитское объяснение, что так как мы служим Кришне, и благодаря служению, Кришна довольна этим служением, очищает сердце. Это же служение, слушать Кришна Кадху. Здесь в Бхагавадгите тоже об этом. Тот, кто разумом, тот, кто слушает эту Бхагавадгиту, разумом поклоняется. Это поклонение. Благодаря этому сознание, Кришна очищает сердце, сознание очищает. И вот дальше идет, все эти стихи объясняют, как от Шрадхи до Премы человек. Человек достигает Премы просто благодаря Шраманам. Конечно, мы не сможем слушать весь день, я уже говорил об этом. Слава Богу, у нас есть большое разнообразие служение. Но, тем не менее, должно быть много Шрамана, потому что это самый такой, для начала, самый мощный способ, как очищаться. И чтобы вас вдохновить, рассказываю историю. Историю про Го, был такой преданный, его звали Го Карна. И родился он, значит, такую приключенческую историю, Санта-Барбара. жил Браман. Этого Брамана Бага жила. Какая-то вредина. Какая-то вредина. И ей как-то не хотелось. Ей не хотелось. Ну, то есть, она хотела ребенка, но вот 9 месяцев с ним ходить, ему не хотелось. Ей не хотелось. И когда Браман, значит, сделал жертвоприношение для того, чтобы у него появился ребенок, он дал ей специальную жидкость, какую-то сладкий рис, что-то такое. что надо было это выпить, и потом тогда у нее будет ребенок. Она взяла этот сладкий рис, кормила корове. Корова съела, а та прикинулась беременной и носила 9 месяцев там как-то, как будто она беременная, подкладывала что-то там. В конце концов, у коровы родился, а, когда нужно было рожать, она взяла какого-то там, какого-то человечка где-то нашла, вот, подкидыша какого-то. Бросили. У кого-то она взяла младенца, говорит, вот родила. Такая интересная история, да. Странно очень. Совсем уже какая-то странная была женщина. У коровы тоже родился теленок, но не теленок, а человеческий ребенок, но с ушами коровы. Поэтому назвали Гокарна. И вот появилось в этой семье два ребенка. Один сын коровы, а другой, вот, непонятно, откуда взявшийся ребенок, они росли, и вот этот непонятно, откуда взявшийся ребенок был хулиган хулиганом. То есть, по рождению Брама, никто же не знал, откуда он взялся. Она же не рассказала никому. И вот этот вот, как бы Браман, на самом деле, какой-то ракшанс, вот он там хулиганил, вел отвратительную жизнь, позорил весь браманическую свою семью. А тот, который из-под коровы родился, о, знаете, Багавата, уши специальные для Багавата. Интересно очень все читает. Вот, не оторвать его за уши от Багавата. Ну, такой интересный, очень святой ребенок. И вот так они и жили. В конце концов, этот хулиган спился окончательно и где-то там что-то его плохо кончило одним словом. Оставил тело при загадочных обстоятельствах насильственной смертью и родился, не родился, а стал привидением. Это привидение стало ко всем приставать. Ну, тяжело же, понимаете. Вот, представляете, кушать хочется, да, а не чем. Ну, как тут жить? Поэтому они такие несчастные, злые привидения. Вот, и они, значит, беспокоят людей. И он пришел к своему брату с ушами, который говорит, брат, помоги, плохо мне, спаси меня. И брат сострадательный говорит, хорошо, мы устроим катху, шимат-багаватам будем читать. Дал объявление ВКонтакте, люди пришли, собралась аудитория достаточно. Он был известным уже чтецом-багаватам в то время. Он говорит, мы будем читать весь багаватам целиком, несколько дней, приходите, будет интересно. И брат, несчастный его, дух, для того, чтобы его не сдуло ветром с того места, он, значит, вмонтировался как-то в пальму, в пальму вмонтировался, чтобы не сдуло его. И брат его, Гокарна, стал читать багаватам интересно, со вкусом, с преданностью. И народ слушал, записывал, делал конспекты. Все как у нас, все нормально. Но с каждым днем вот эта пальма, в которой находился этот дух, каждый день одно звено этой пальмы, ну, знаете, не пальма, бамбук, извиняюсь, бамбуковый шест. Вот, с каждым день это звено одно взрывалось. И люди думали, что такое происходит? И на седьмой день, когда багаватам был полностью прочитан, неожиданно небеса разверзлись, и оттуда спустился с Вайкунхи корабль. И вот это привидение превратилось в Вишнудута, его забрали и улетели на Вайкунху. И все вот так вот, открыв рот, смотрели, говорит, а мы как же? Он говорит, ну, надо внимательнее было слушать, слушать. Потому что у того не было выхода, понимаете, ему жизненная необходимость, ну, другого шанса не будет просто. И тогда народ возмутился, говорит, мы хотим еще раз, даешь Катху второй раз. И со второго раза они уже за ними более вместительный корабль в Вайкунхе спустился. Не все они отправились. Кроме Гокарны он остался проповедовать. Такую историю в Пуранах написывают о могуществе слушания Шимадбхагавата. Так, смысл этого стиха в том, что здесь Кришна говорит Аржуна, послушай, пожалуйста, как Йог, медитирующий на меня, постепенно меня познает. И слушая меня, ты будешь познавать меня точно так же, как этот Йог. То есть, сейчас мы все о Боге узнаем. В этих главах подробная информация о Боге, его качествах и его могуществе. Второй текст. сейчас я открою тебе во всей полноте знания. У нас 12 часов, да? Мы до часу, да, ведь? Без 15. Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного. Очень хорошая реклама. Представляете, вы в интернете заходите в интернет и там объявление. Образование, образовательный курс. Когда вы пройдете этот курс, вы будете знать все, что только возможно. Вы не понимаете, да? Все, что только возможно. То есть, вот сейчас, прочитав несколько стихов преданные, мы вот узнаем все, что только можно знать в этом мире. Ничего непознанного не останется. Вот смотрите, я вам показываю. Вот это что такое, предназначение? Поподробнее посмотрите, что это такое. Вот можете побольше сказать об этом маркере? Черный крышкой еще подробнее. С красной. Сделан в Китае еще подробнее. Можете сказать? Сантиметров 15, да? Сколько стоит? Полторы, да? Заняли в служении. Заняли в служении. Не засох. Видите? В конце концов, у вас исчерпалась информация об этом. Сделан из пластика, до атомов можно дойти, да? Но многое вы о нем не знаете. То есть, есть предел. Я же говорю, допустим, про эту вещь. Что там внутри, вы даже не представляете. Вот так, примерно только. Батарейка говорит. А если возьмем тело, а как тело? Что мы знаем о теле вообще? Врачи немножечко знают. До какой-то степени понимают. Ну, то есть, так много сложных вещей. А мы взяли только в хломастер тело. А вы приезжаете, не знаете, в другую страну. Непонятно, как тут платить за проезд. Там у них что-то, какие-то странные обычаи. А на другую планету? Другая планета. Там другие формы жизни. У них USB-хвост. Вот как кто-то, что такое вообще? Но, на самом деле, если вы поймете то, что написано здесь, вот сейчас будет, то вы куда не прилетели. На Марс. Не знаю, на адские планеты. Зайдете в атомы. Вы везде будете понимать, вы четко будете понять, что это такое. Классно же? И кто-то зевнул. Сладко зиму. Все, мне нравятся бхакти-шастры, но это непосредственностью. Да, мощно. Ну, посмотрим. Кришна нас, надеюсь, не обманет, и мы действительно, куда бы ни посмотрим, все будем понимать. Давайте узнаем. Я сразу вам открою секрет, чтобы уже не томить вас. Оказывается, куда бы вы ни посмотрели, вы всегда будете видеть только три элемента. Нет. Только три элемента. Материальную энергию, душу и сверхдушу. Вот ничего больше нет в этом мире. Поэтому, если вы вот этого увидите, вот если вы так будете видеть, вас уже ничего не удивит в этом мире. Вот на фломастер, на ракшаса будете смотреть, вы будете понимать, душа бедненькая в таком странном теле находится. И вижу Господь там, источник всего. Вот такое понимание, если у человека есть такое понимание, разве он будет чего-то не знать? Больше ничего другого нет. Больше ничего другого нет. Поэтому он все знает. И всегда знает, что надо делать. Что надо делать всегда? Служить. Служить Кришне. Вот с таким пониманием никогда человек не запутается. Ну, это же с материальной энергией связано. Это же взаимодействие этих элементов. Ну, фломастер – это материальная энергия? И тело ракшаса – это материальная энергия? Или нет? Ну, все. Что тут непонятно? Ну, там душа еще и сверхдуша. В фломастере нету души. Только сверхдуша в атомах есть. Что тут непонятно? Все ясно же? Хорошо. То есть, смотрите, второй стих – это реклама. Что вот сейчас вам такое расскажут, что вот после этого вот вам все будет понятно. Третий стих. Продолжается реклама. Говорит, это очень-очень редкое знание. Никто об этом не знает. Никто об этом не знает. Сейчас я тебе такое расскажу, что никто об этом не знает. И третий стих. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Вот от ком речь? Из многих тысяч людей один стремится к совершенству. Кто такие эти многие тысячи? Обычные люди, которые никакому совершенству не стремятся, они хотят просто здесь жить и хорошо, комфортно питаться, существовать и так далее. И некоторые из них стремятся к совершенству. То есть стремятся к самоосознанию. Как этих людей, стремящихся к самоосознанию, называют? Йоги, гьяни, нишкам, карма, йоги, которые вот хотят самоосознанию. Из многих тысяч один стремится к совершенству. Вот вам прямо, ему интересно, я хочу вот туда вот разобраться во всем. Хорошо. И некоторые из них достигают совершенства. Что значит достичь совершенства? Выйти из-под влияния гуны, достичь осознания себя души и достичь даже абсолют познать, как Брамаджоти или как Параматму. Так вот, из многих достигших совершенства, написано здесь, лишь один воистину познал меня. То есть большинство людей, они не интересуются совершенством. Некоторые из них интересуются совершенством. Некоторые из них достигают совершенства. Даже из тех, кто достиг совершенства, не все знают то, о чем будет написано в этой главе. А при чем тут мы предны? Нам повезло. Нам повезло, да. Мы сейчас узнаем то, что даже те не знают. И вот такой смысл этого стиха. И в комментарии я хотел обратить внимание ваше на одно утверждение Шилы Парупады. Найдите, пожалуйста, его. Непреданным чрезвычайно трудно постичь его. Хотя они и заявляют, что путь Бхакти или преданного схожения слишком легок, сами они не способны следовать по нему. Нашли? Нет? Темно, да? Ну, ничего, ничего, да. Книги-то святые, должно видно быть. Сейчас послушайте внимательно фразу, очень важную фразу, не похожую на проповедь Шилы Парупады. Обычно Шилы Парупады что про Бхакти говорит? Путь Бхакти очень легок. А здесь написано, если путь Бхакти так легок, как утверждают непреданные, то почему же они выбирают трудный путь? На самом деле идти путем Бхакти совсем нелегко. Легким может показаться так называемый путь Бхакти, по которому следуют несведущие в этой науке самозванцы. Но когда философы Гьяни пытаются заниматься Бхакти-йогой, по-настоящему, в соответствии с предписанием шастер, они быстро сходят с этого пути. И вот мой вопрос преданным. Почему идти путем Бхакти-йоги непросто? В чем сложность практики Бхакти-йоги? А надо полностью предаться, все отдать, есть материальные желания, которые не дают, да? Взаимоотношения с Богом, да? Полагаться на силу Господа, не на свое ложное эго, да? Отказ от эгоизма. Цель высокая. Да, и цель, ну, цена большая. И вот смотрите, для преданного, то есть на внешнем плане, давайте посмотрим, на внешнем плане, разве сложно практиковать Бхакти-йогу? Не сложно же, да? И не сложно делать это. То есть, ну, что цветок принес Господу, пирожки свои предложил там, побегал вокруг него. Это же не попрыгал, попел там, потанцевал. Разве это сравнится с медитацией йогов, которые сидим сидят в Гималаях? Совсем же непросто. Поэтому, с внешней точки зрения, когда люди смотрят на Бхакт, вот такие серьезные духовные люди, когда смотрят на Бхакт, они говорят, что такое вообще? Что за ерунда? Ерундой занимаетесь. Так? Но Бхакти-йога, но вот если вот этому йогу сказать, вот ты займись Бхакти-йогой, раз ты говоришь, что такой легкий путь, ну-ка займись. И вот если он просто будет внешне имитировать преданных, конечно, это будет легче. Но вот если нужно делать то, что Бхакти-йога в себя включает, потому что Бхакти-йога — это же внутреннее состояние, то этому йогу легче сидеть тысячу лет, чем практиковать Бхакти-йогу. Для его эго это больно очень. Потому что Бхакти-йога подразумевает преданность, такая тонкая и такой тонкий элемент. И дай Бог, чтобы в течение дня у нас получалось хотя бы чуть-чуть это сделать по-настоящему. Это все правильно мы делаем, но если в какие-то мгновения, секунды мы делаем это прям вот по-настоящему, то вот это настоящая Бхакти-йога. С преданностью, прям для удовольствия, как вот Стив говорит, это не Абилаш-нашунья. И для людей, непреданных, гордых людей, практиковать Бхакти-йогу невозможно. Так называемую Бхакти-йогу, то есть когда человек не следует правилам, ведет какой-то аморальный образ жизни, выдавая это за сознание Кришны, это без проблем можно сделать. Это несложно сделать. Но вот прям практиковать Бхакти-йогу, как описывают ачарьи, то есть с преданностью внутри, с усилиями, с признанием себя незначительным слугой, вот это невозможно для них. Ну да, да. Можно параллель такую провести. Можно параллель. Ну вот, я попытался объяснить, почему здесь Шива Брупада говорит, что это не просто для непреданных. Преданные, которые, по милости святого человека, если бы мы не святили Шива Брупаду и Кришнаитов, которые с радостью говорили, мы слуги Кришны. Вот пойдите в Москве кому-то, скажите, что он слуга. Вот на улице кого-то поймайте. Ты же слуга. Ты что, не знаешь? И посмотрим, что он с вами сделает. А преданные прыгают, да мы слуги, мы вечные рабы Божии. Еще радуются. Но нормальные люди, нет? И вот когда мы встретили таких нормальных людей, которые счастливы, говоря, откуда чуть счастливы? Так мы же слуги Кришны. У нас появилась вера, что похоже, это что-то хорошее. Но если не встретить таких премных, невозможно. Невозможно. Какой слуга? Какой отказ от эго? Невозможно. Да? Да? Нужно ли в начале духовного пути говорят о том, что этот путь сложный и серьезный, бхакти-йога? Путь-то несложный, серьезный, но несложный. Несложный. Поэтому мы с самого начала говорим хороший путь, просто все делать, а начинаем от трудностей говорить, когда у него возникают трудности. То есть пока у него не начались трудности, знаете, человек взял четкие там, Харе Кришна повторяет. Вы помните, когда вы первый раз повторяли Харе Кришну? Я мог только петь Харе Кришну. Меня распирало отчасти так, что я вот, я не знаю, как это со стороны выглядело, наверное, странно очень. То есть когда я приходил к божествам, в храм, у меня текли слезы от счастья. Я вообще не сентиментальный человек, вообще не сентиментальный. И я вот плакал, не понимал, что такое постоянно происходит. Киртон просто до потолка прыгнул. Представляете, кто-то под... И когда люди там на лекциях говорили, знаете, это непростой процесс, я думаю, о чем они говорят? О чем они? Откуда вообще? Они так сострадательно на меня смотрели, говорят, все нормально, пройдет. Зачем это говорить такому человеку? Это бессмысленно, правильно? Пусть он прыгает. Пусть он прыгает. И в тот момент, когда он вдохновленный, захочет, чтобы прыгать дальше, если у него такой вопрос возник, что-то уже не прыгается, что не так, то тогда ему надо объяснять, что нужно дальше делать. Понимаете? То есть сначала не надо. Ему хорошо, чего вы ему жизнь портите? Ему хорошо. Но мы говорим о позитивных вещах этому человеку, что надо делать, чтобы продолжать практиковать. И потом какие-то... Мы ограждаем, что не надо оскорблять преданных. А разве кто-то оскорблял вначале преданных? Да вообще все святые. Не было такого. Все святые, преданные, святые все. Но вот потом уже, да, возникают какие-то вопросы. Тогда надо уже объяснять. То есть с самого начала не нужно все подробности рассказывать. Нет смысла никакого. Человека только загрузит. Я не знаю, пример. Вы приходите учиться чему-то, да? И вы вообще в этой сфере не разбираетесь. Ну, допустим, в компьютер, а, в музыке, да? Вчера с преданным учились музыки. Приходите, и вот там кто-то вот консерваторию закончил, у него там образование невероятное, да? И вы приходите и говорите, а как вот начать? Он говорит, я тебе сейчас все расскажу. И как начинает ему рассказывать? Он понимает, что в этой жизни, похоже, не светит. Я, наверное, не буду этим заниматься, шансов нет. Или в художественную школу человек приходит, и вот ему сразу, ну, то есть он первый раз держит карандаш, а ему начинают все рассказывать. Он его на место положит и говорит, ой, наверное, не надо мне этим заниматься. То есть, поэтому у нас систематическое образование, поэтапно все объясняем. текст номер четыре начинается объяснение самого знания четвертого стиха. Вот это трансцендентное знание раскрывается. И хотя мы говорим, что здесь понимание Кришны будет раскрываться, первое, с чего мы, что мы узнаем, начинает говорить об энергии Господа. Почему об энергиях? Потому что первое понимание Бога, которое нам необходимо, без которого мы не сможем заниматься преданным служением, это что Господь хозяин всего, что мы видим. И хозяин означает, что Он это сотворил и Он этим управляет. И я вам уже рассказывал пример. Помните пример про звезды и солнце? Кто помнит пример про звезды и солнце? Что этот пример означает? Что означает пример? Правильно. И звезды олицетворят собой айшварью, понимание того, что Бог это Бог, а солнце означает матхурья. И во Вриндаване светит солнце, но это не значит, что звезды исчезли, они остались, просто их не видно. Поэтому во Вриндаване никто не теряет понимание, что жить надо счастьем Кришны, потому что Он верховная личность. Это понимание никогда не уходит. Если это понимание теряется, все, расабхаз, оскорбление и исчезновение с духовной реальности. Поэтому все, все здесь на этой основе звезды остаются, айшварья, или понимание, что Бог это Бог, а мы его слуги, потому что у нас эта проблема, мы на равных хотим с Богом. Слушай, Бог, ну давай с тобой поговорим, но почему все вокруг тебя должны крутиться, почему не вокруг меня? Это вот непонимание седьмой головы Багавадгиты. Потому что Он сотворил, Он управляет, Он все, все об этом беспокоится, заботится. Или еще люди у вас спрашивают, ну что мне ваш Бог сделал? Почему Он должен свечки, благовония и пирожки предлагать? Ну за что вообще? И вот этот протест, почему я должен джапу повторять? Почему я с утра должен вставать? Почему я должен учиться здесь? Почему я должен? И вот почему мы должны это делать? А оказывается, мы Ему все должны. Что все, что есть, это и так дано им. Это вопрос не Он нам должен, а мы просто отдаем должное Ему. И вот это понимание очень сложно уместить в уме обусловленной души, но это седьмая глава. Понимание того, что все вокруг принадлежит Ему. И для того, чтобы в этом разобраться, Кришна объясняет это в седьмой главе, начиная с четвертого стиха. И Он описывает материальную энергию. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Эти восемь элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Здесь описано восемь элементов, несколько важных моментов, которые хочется сказать. Отделенная энергия означает, что она как бы сама по себе и не всю природу Бога проявляет. Отделенная энергия, не близкая энергия. И вот это деление на земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго кажется очень дикарским. Знаете, вот как-то так. Что такое материальная энергия? Ну вот земля, вода, огонь, не кажется как-то примитивно? Нет, говорят, нам не кажется. То ли дело атомы, таблицы Менделеева? Вот системно человек подошел. Вот это я понимаю, там все сходится. Так вот, этот мир, который мы смотрим, на который мы смотрим, можно анализировать по-разному. Можно проанализировать с точки зрения, что съедобно, что несъедобно. Все зависит от целей, да? Допустим, обычные люди вот стоят такой вот съедобно-несъедобно, либо заработать можно, заработать нельзя. химики как делят мир? Органичная и неорганичная материя. Металлы, не металлы. Понятно, да? То есть, в зависимости от того, кто смотрит на этот мир, он делит, санхи, вот это вот, разделение на элементы, они разные. Вот кто делит на землю, воду, огонь и воздух? Кришна делит. А еще кто-то делит? А? Шагаправпада. Тут восемь, а из них появляется двадцать четыре, да? То есть, потому что восемь грубых, из них появляются чувства, объекты чувств, и получается двадцать четыре элемента. Почему? Кто делит мир на двадцать четыре элемента? Философы санхи, те люди, которые хотят себя отодрать от материи, хотят вот себя, душу, от материи разотождествлить. Поэтому вот это деление на атомы, там, там нейроны, протоны, металлы, неметаллы, все эти вещи, ну, для них это не актуально. Они, знаете, глобально смотрят на проблему. И когда здесь говорится, вот это как-то, нет, пищалка? А, погаснет свет и погаснет звук, да? Голос останется. Спасибо. Так вот, вот эти элементы, преданные, вот эти элементы, это не просто, ну, земля, в смысле, вот под ногами у нас земля. И вода, это в кране вода. И эфир, это вот, ну, воздух. А в третьей песне Шимадбхагава, там, я сейчас не буду подробно об этом говорить, но кому интересно, Господь Капиладева объясняет эти элементы. И это, знаете, это принципы. То есть, каждый элемент, это принцип. Допустим, что такое эфир? Это пространство, в котором все существует. Что такое огонь? Это то, это не огонь, вот, в газовой горелке, не костер, вот, у нашего охранника. Огонь, это то, что, давайте я вам почитаю, огонь. Так, стоп. У меня есть цитата. Точно, есть? Была цитата. Нет цитаты. Была цитата, и нет цитаты. Что-то не сработало. Да, то есть, кому интересно, почитайте в третьей песне Шимадбхагава, там, Господь Капиладев дает определение каждому этому элементу. То есть, это принципы, это не какое-то вот, то, что мы видим, это определенные принципы. И это более глобальное описание материальной природы. А вот, нет, меньше, нет, не сработало. Хорошо. Итак, есть материальная энергия, состоящая из элементов земли, воды, огня и воздуха, эфира. Пятый стих описывает, что есть еще одна энергия, то есть, всего две энергии. Помимо этой низшей энергии, амогачуруки Арджуна, существует другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые и пользуются тем, что дано материальной низшей энергии. То есть, вот, оказывается, две принципиально разные энергии. То есть, согласно современным представлениям сознание происходит из материи. Но, согласно Бхагавадгите, есть отдельный элемент материи, бессознательный, мертвый, и есть отдельная категория живых существа. И здесь важное слово, посмотрите, в тексте на санскрите, тхарьяте-джагат. Тхарьяте-джагат означает, буквально значит, тхарьяте означает держать. Они держат мир. Шила Пхагавада переводит на другое значение. Используют материальный мир. Но в других объяснениях тхарьяте означает держат этот мир. Но мы знаем, что этот мир держит сверхдуша. Что означает, что живые существа держат этот мир. Их желания, если бы живых существ не было желания, этот мир бы развалился просто. Он бы не существовал. Они держат это своими желаниями. И Шила Пхагавада пишет в комментарии именно такое объяснение. Живые существа, использующие различные элементы низшей энергии в своих целях, принадлежат к высшей энергии Господа. И именно благодаря этой энергии живет и действует весь материальный мир. Благодаря Дживам живет и действует весь материальный мир. Они пытаются эксплуатировать. Дальше можно спросить Джива Будова это в другом месте. Дальше можно спросить, что вот эти живые существа может это Бог есть? Это есть Бог? Нет разницы. И очень интересный стих из Бхагават Шила Пхагавада цитирует 10 87 30. Давайте почитаем комментарий к этому стиху. О Вечный Всевышний! Если бы воплощенные в теле существа были бы неизменными и вездесущими подобно тебе, они бы не находились в твоей власти. Вот как понять, как я могу доказать, что вы не Бог? Очень просто. Вот если вы были бы Богом, то тогда свет бы не вырубили сейчас. Мы бы могли эту вещь контролировать. Если мы находимся под влиянием энергии, болеем, спим, голодаем, майя действует на наше сознание, это означает, что мы не Бог, что на Бога это не влияет. И вот здесь стих говорит, но если признать, что живые существа являются частицами твоей энергии, тогда сразу становится ясно, что они подвластны тебе. Поэтому только один вариант. Мы подчинены, мы энергия. Мы не можем управлять всем этим. существуют два текста, описывающие энергию. Одна энергия — это материальная энергия, вторая энергия — это живые существа. И дальше шестой текст говорит, в этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Вот у нас сотворенное существо. Вы сотворенное существо? Вот тут две природы. Вот в этих двух природах каждое сотворенное существо. Вот есть тут материя? Вот здесь материя есть? А где нет? Вы что вообще? Вриндава нет материи. Но давайте абстрагируемся пока. Есть материя? Тело, да? А душа там есть? Да, две энергии вместе сейчас соединены. Материя и душа вместе соединены. И куда бы мы ни посмотрели, везде соединены этих двух элементов. Может быть, мы так не видим, потому что мы не обладаем таким знанием. Мы просто прочитали, но есть люди, которые так видят. Знай же, что я начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа. То есть есть еще третий элемент, который является началом и концом. Что значит начало и конец? Время, нормально. Ну, Бог тоже. Вот скажите, материя, душа создается и уничтожается? Здесь написано начало и конец. А на самом деле материя также не создается и не уничтожается. То есть сама энергия материальная, она вечная. Там дальше в Бхагавадгите будет сказано, что и та, и другая энергия вечная. И материя, и душа вечная. О чем же здесь говорится? Начало и конец. Цикличность. Когда они соединяются вместе. Во время творения, что происходит? Дживы и материя вместе соединяются. Потом, когда заканчивается творение, они разъединяются. То есть, но здесь хотят идею, Кришна доносит идею, что Он тот, кто управляет этими двумя категориями. Он их сводит вместе, Он их управляет ими, полностью владеет ими. То есть, Он хозяин этих двух энергий. Начало и конец всего, что есть в этом мире. Итак, здесь говорится, что Господь тот, кто создает и, вернее, сводит эти энергии вместе и разводит их вместе. Разводит их в разные стороны. Творит и разрушает эту Вселенную. То есть, Он управляющий. Управляющий. И есть такой термин, на санскрите называется, ну, когда описывают причины, описывают две причины. Вообще их четыре, но мы будем использовать две. Вот смотрите, я сейчас стираю надпись. Вот что является причиной того, что стирается надпись? Я. И еще кто? Какой Кришна? Нет. Тряпка. Правильно? С помощью тряпки это делается. И вот то, кто управляет, тот, кто управляет, тот, кто управляет, называется немитта карана. Карана значит причина, немита означает непосредственно, то есть тот, кто управляет, тот, кто действует. Немитта карана. Я напишу на санскрите немитта карана. Живое существо, верховный Господь, ну, то есть управляет, управленец, тот, кто действует. Вот, допустим, я пишу, я немитта карана, тот, кто пишет. А вторая причина называется упадана карана. Упа дана карана. Упадана карана это означает то, из чего или чем это делается. Орудие, правильно, или материал, из которого это делается. немитта и упадана карана. Вот эта доска из чего сделана? Пластик, правильно? Вот, пластик является упадана караной. Но пластик же не сам так сделался. Кто его сделал? Мужик какой-то сделал. Этот мужик называется немитта карана. То есть, мужик это немитта карана, а пластик, из которого доска сделана, называется упадана карана. Так вот, Господь в стихе номер 6 выступает в каком качестве? Немитта карана. То есть, тот, кто все это, все руководит, все делает. Правильно? А в 7 тексте будет говориться, что Господь также и упадана карана, потому что из него все сделано. Если его не будет, то ничего и не будет. Круто же, да? То есть, все, что мы видим вокруг, это управляется им и из него же сделано. И мы еще говорим, а за что мы ему должны? Мы из него сделаны, и все, что мы едим, из него сделано. И он этим всем управляет. И мы говорим, а что-то мы давай с тобой на равных будем. Почему все вокруг тебя крутятся? Должны вокруг меня тоже крутиться. Нет. Кришна немитта и упада на карана. Давайте посмотрим, 7 текст расскажет нам о том, что Кришна упада на карана. О, завыватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Представляем себе нить, и на этой нити нанизаны жемчужины. Вот у вас есть катхималы. Они, может, не жемчужины, но принцип тот же самый. Катхималу видите, а нить видите, а нить не видите. И кажется, что катхимала сама по себе висит. Но на самом деле она сама по себе не может существовать как целое что-то, если там не будет нити. И вот эта нить, на которой держится все, что мы видим вокруг, является Кришной. Другими словами, все элементы, которые мы видим, это Кришна там внутри. Если его оттуда вынуть, что будет, если вынуть нить из этой жемчужной жерель, этого жемчужины, они рассыпятся, и жемчужная жерель перестанет существовать. И интересная вещь, конечно, если бы мы так видели, то у нас вопроса бы не стало, не вставал никогда вопрос, а должен я служить Богу или нет. Автоматически мы чувствуем себя полностью зависимыми и обязанными Богу. На самом деле вот эта нить, она не только в предметах находится, она находится так же в вас, как в сознании. Если эту нить вынуть из сознания, то сознание перестанет существовать. И то, что вы существуете, я существую, это только потому, что там находится эта нить. И для того, чтобы мы могли представить увидеть эту нить, дальше идут примеры, позволяющие нам хотя бы до какой-то степени понять, что действительно нить находится в этом месте. Но сейчас мы дойдем до этих примеров. Не знаю, хотел рассказать вам историю одну. В детстве читал фантастический рассказ про одного человека, он ослеп, с детства, с детства, слепой, с рождения был слеп, и никогда не знал, как выглядит реальность. И какой-то человек, доктор, изобрел новый метод возвращать зрение. Он сказал, я могу тебе сделать операцию бесплатно, но я первый раз делаю, правда. Если получится, то ты обретешь зрение. Не получится, а что тебе терять? В конце концов, у тебя все равно глаз нет. И тот согласился, сделали операцию, он лежит на кровати, он никогда ничего не видел в жизни. И вот он лежит на кровати, и он понял, что он что-то видит. Он понял, что какой-то шар блестящий, оттуда, как салют, как фейерверк, оттуда выходят какие-то частицы. Потом он стал приглядываться, он начал увидеть какие-то линии вокруг. То есть, он начал видеть электрический ток. Понимаете, какой стал выглядеть его мир, да? Он везде видел эти нити, он не видел дома, он видел просто кабель. И в зависимости от того, какое напряжение, разных цветов. Его, знаете, использовали как прибор, просто его наняла электрическая компания, чтобы видеть, где там утечка электричества, разрыв. И он просто ходил, зарабатывал много денег. Он говорит, ну я тебе могу вернуть зрение, настоящее зрение. Он говорит, нет, мне нравится такое. Я к чему-то говорю, что человек, который обретает это мистическое видение, когда он выходит из гун, Кришна дальше скажет, то тогда он везде видит эту нить. Но в нашем случае мы всегда будем понимать, мы всегда будем видеть, Кришна, Кришна здесь присутствует, Кришна присутствует. Все по его воле происходит. Он не митакарана и упаданакарана. Чье это? Кришнинское. Кто сделал? Кришна сделал. Кто я? Кришнинский слуга. Что мне делать? Служить Кришне надо. Седьмая глава, если. Ну, конечно, нить же все. Нить. Все его энергии. Все он держит. И для того, чтобы нам понять, как он все пронизывает и что все держится на нем, Кришна сейчас в нескольких стихах прокомментирует эту нить. То есть, начиная с восьмого стиха, это комментарии вот к этому понятию нить, что Кришна – нить, на которую нанизаны жемчужины. Текст номер восемь. О, сын кунти, я вкус воды, свет солнца и луны. Я слог ом в ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке. Преданные, сейчас внимательно вам надо понять принцип, который здесь описан. Здесь описана нить. Если убрать нить, то предмет потеряет свое существование. Поэтому принцип во всех этих стихах одинаковый. Здесь описана суть предмета, убрав которую, этот предмет перестанет существовать. Если взять воду, то суть воды – это вкус, согласно философии Санхи. Если убрать вкус из воды… Только не говорите, дистиллированная вода будет. Нет. Она тоже вкус имеет. Если убрать из воды вкус, что будет? А? Огонь. Огонь будет. Огонь. Если вы Санхи узнаете. Но это не важно, там огонь, не огонь. Убирайте вкус из воды, воды не будет просто. Уговорили? Вот об этом речь. Что там находится вот этот элемент, который позволяет, Бог, который позволяет воде быть. Если Бога из воды убрать, то вода перестанет существовать. Теперь давайте другой пример. Свет Солнца и Луны. Если у Солнца убрать свет, что будет? Солнце как категория перестанет существовать. Это потому, что зашел в святой пуджаре и включил свет. А? Если у Луны убрать свет, будет эта Луна Луной называться? Нет. Теперь смотрите. Если убрать из ведической мантры слог Ом, что будет? Это перестанет быть мантрой. Это перестанет быть мантрой. А на мантры, что в начале Ом стоит, уберите Ом или биджи мантру, уберите оттуда. Это перестанет быть мантрой. То есть одна и та же идея. Если вы убираете Бога, то тогда вещь перестает существовать. Давайте какой-нибудь наш пример приведем. Ну, продолжим эту же логику. Допишем еще пару стихов. Какой-то пример приведите. Ну, давайте я вам приведу пример. Если убрать, вот, не знаю, шкаф. Нет, этот шкаф не пойдет. Если убрать из микрофона способность усиливать, что будет? Это не будет микрофоном. Поэтому Кришна скажет, я способность усиливать в усилителе. Еще пример. Да. Я способность летать в самолете. Ясно? Еще? А при чем тут? Нет, нет. Улови. Пример. Не докрутили вы. Что лампочка? Я свет в лампочке, да? Это как свет солнца. Ну-ка. Окей. То есть, если из академии убрать процесс образования, то это уже не образовательное учреждение. То есть, как правильно сформулировать? Кришна. Да, отмемение Кришны. Я процесс изучения в университете. Вы понимаете, да? Вот простая вещь. Это вот все стихи, то есть, суть этого предмета. Разум разумных. Уберите у разумного разум. Будет он разумным. Сила сильных. Уберите у сильного силу. Будет он сильным. Понятно, да? То есть, вот логика везде вот такая. Но, это один момент. Дальше Шила Прабхупада в комментарии к этому стиху объясняет, как по-разному реагирует на это вездесущность. Ведь на все, на Боге. Бог держит все это. Это Он везде. Все поддерживает. И как по-разному на это реагируют преданные и имперсоналисты. Как реагируют имперсоналисты? Когда они пьют воду, они понимают, ну, это все поддерживается им. И пьют. Они понимают, там, Браман, он все пронизывает, и он пронизывает воду, пьет из этого стакана и нормально. Как преданный реагирует? Пьют. Он тоже понимает, что там Кришна находится. И? Благодарность. В этом разница. Почему он персоналист не благодарен? Ну, вернее, он понимает, что там есть Бог, но почему не рождается благодарность? Потому что у него нет понимания личностного Бога. А у преданного есть понимание личностного Бога. У него есть понимание вездесущности и понимание личности. Поэтому он испытывает благодарность, когда он чем-то пользуется. А у имперсоналистов нет чувства благодарности. Потому что перед кем благодарным-то? Перед этим вездесущим Браманом, что ли? А ему это надо? Вот об этом Шива Прабхупада пишет. Здесь имперсоналисты и персоналисты оба ощущают присутствие Господа в воде через ее вкус. Но предперсоналист при этом прославляет Господа за то, что он милостиво дал человеку эту вкусную воду, позволил ему утолить жажду. Тогда как имперсоналисты этого не делают. Давайте пройдем эти стихи. Тут немного изначальный аромат земли. Если у земли убрать аромат, что будет? Земли не будет. Правильно? Это суть земли. Жар огня? Ну, огня не будет. Жизнь всего живого? Не будет жизни. Убрать жизнь не будет живого. Аскетизм аскета? Ну, если он наелся пиццей, залил это все газировкой, аскет исчез. Родился в Москве. А теперь, а вот сейчас вот сложнее, а вот сейчас сложнее, сложнее. Я изначально семя всех существ. Семя всего. То есть, вот суть всего. Значит, уберешь его, перестанет это существовать. Это легкая вещь. Разум разумных, понятно. Мощь могучих, это тоже понятно. А теперь, вот сложный момент. Я сила сильных, свободна от страсти и желаний. Я половая жизнь, не противоречащая законным религии. Вот смотрите, половая жизнь, не противоречащая законным религии. Сутью чего является этот принцип? Цивилизованного общества. Цивилизованного общества. Если ты убираешь этот принцип из цивилизованного общества, общество перестает быть цивилизованным. Оба этих принципа сила сильных, свободных от страсти и желаний. То есть сильные люди, свободны от страсти и желаний и регуляции половой жизни являются основой цивилизованного общества. Потому что, если там будут сильные, но без мозгов и нерегулируемые половые отношения, общество перестанет быть цивилизованным. И вообще, ну так как у Кришни тоже не хватало времени, похоже, смотрите, у нас не хватает времени. То он сократил уже. Можно было долго это объяснять. Он дальше, смотрите. Все состояния бытия, будь страсть, благость или невежество, созданы моей энергией. Ну, чтобы уже все оптом как-то. Я из все и в то же время, но теперь важный момент. Я из все, но в то же время я стою в стороне от всего. Я не подвластен гунам природы, это они подвластны мне. То есть, он говорит, я нить, нить, на которой все нанизано, и гуны, и все состояния вот эти сознания, все на нем нанизано, но при этом, хотя они на мне держатся, они на мне держатся, они на меня не влияют. Я их держу, но они на меня не влияют никак. Я как бы в стороне вообще встаю от этого. Вот мистика. И в комментарии Шила Прабхупада где-то в этом тексте или в другом приводит из Упанишад стих, где говорится, что Господь на 10 сантиметров выходит за пределы этого мира. Но другими словами, что Он вне этого мира. Я не помню, в каком из этих комментариев я уже пропустил. Там есть этот стих из Упанишад. Вот это знание 4 главы. Мы его закончили. На этом мы закончим. Я не буду задерживать ваш обед. Подведу итог. Итак, мы прошли два раздела. Первый был посвящен слушанию, важность слушания. И через слушание мы медитируем. И Кришна начал медитацию. Он начал рассказывать о себе, сказал сокровенное знание. сказал, что Он является не митакараной и упаданакараной. То есть две энергии, которые мы видим вокруг, Он ими управляет, и Он же, из Него же эти энергии сделаны. Он их поддерживает. Это все нужно для того, чтобы мы поняли, что мы отличаемся от Кришны. Что мы слуги, вечные слуги. И не надо соперничать с Богом. Просто мы всем Ему обязаны. Но, к сожалению, мало кто понимает это знание, почему гунны природы. Но об этом в следующий раз. Харе Кришна, спасибо Вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok